Все больше фирм, которые занимаются производством велосипедов, начинают задумываться об отдельном сегменте велосипедов, именно складниках. Stealth не исключение, перед нами модель Stealth Pilot 630MD, это отличный городской складной велосипед, сейчас мы разберемся почему. Сверху у нас плотненькое, мягонькое, красивенькое, жирненькое сиденье, комфортное, явно сделано для девушек для того, чтобы максимально было им комфортно передвигаться на велосипеде. Далее подсидельный зажим, труба мощная, подсидельный зажим одноболтовый, это спорное решение, я бы сделал все-таки двухболтовым, чтобы при таком большом рычаге не стронуть вот эту платформу зажимающую рейлы и не прокрутить, но видимо достаточно этой жесткости. Далее внизу у нас здесь мощный-мощный подсидельный зажим, к ним вообще никаких вопросов, он точно выдержит любую нагрузку. Рама алюминиевая, с такими брутальными наплывами от сварки по алюминию. Система складывания с предохранителем. Рулевая труба у нас здесь тоже складывается, механизм с предохранителем. Посредине есть зажим, чтобы регулировать ее по высоте, чтобы еще комфортнее подобрать посадку конкретно под каждого из доказаний. Система складывания рулевой трубы у нас тоже с предохранителем, то есть мы вот этот рычажочек наверх толкнули, отогнули и все, и можем сложить. Фиксируется просто щелчком. Далее у нас здесь эксцентрик, который позволяет регулировать по высоте нашу рулевую трубу, то есть мы ослабили, выставили на нужный, который мы запомнили число, которое нам комфортно и зажали обратно. Далее еще один эксцентрик, который позволяет в открытом положении вращать руль. Вот в этой плоскости, либо для того, чтобы подобрать правильное положение по углу наклона для вас, либо при складывании, чтобы выбрать оптимальное положение, при котором не заламываются рубашки. Грипсы здесь из очень приятного материала, с упорами под запястье. Далее у нас здесь переключатель Шамана Рево Шифт на 7 скоростей, который переключается вращением вокруг руля. Ну а с другой стороны просто грипса и ручка тормоза. Колесико у нас здесь, покрышка 20 на 1,75 дюйма, в меру широкая, в меру узкая, в основном передвижение по асфальту, то есть рисунок здесь не агрессивный. Втулка у нас здесь на промподшипниках, для стелса это довольно редкое явление. Это подшипник, который не требует практически никакого обслуживания, очень долговечный и выдержит большие нагрузки. Обод здесь тоже достаточно широкий и высокий, выдержит довольно грузных людей. Наклейки тоже в стиле общего дизайна рамы, такого бирюзового цвета. С другой стороны у нас здесь установлен дисковый тормоз, здесь не flat mount, конечно, но тоже довольно компактно вся эта система выглядит, на 160 роторе. Из приятных особенностей здесь установлены пластиковые крылья. Это, во-первых, снижает вес, во-вторых, не будут ржаветь. Это важная деталька. Плюс установлены такие аккуратненькие брызговички, мягкие, которые дополнительно защищают вас от попадания брызг. Вилка в данном случае у нас стальная, сделано это в угоду стоимости велосипеда, потому что алюминиевая стоила бы чуть дороже. Но при этом она лаконично смотрится, плюс графика на вилке очень классно вписывается в общую концепцию велосипеда. Тросики у нас здесь проложены не внутри рамы, а снаружи, но довольно аккуратно, не мешают взору. Механизм складывания здесь тоже спредохранительный, то есть, чтобы сложить, мы сначала отгибаем вот эту пластиковую штуку, а уж потом открываем. Ну и обратно в том же порядке. Кореточный узел и название рамы — это такой прям массивный элемент, на который приходится основная нагрузка, поэтому он всегда выглядит брутально и мощно. Система у нас здесь ProVill с вот такими двумя защитными пластиковыми роклингами с двух сторон для того, чтобы ваши брюки или юбка не попали в систему трансмиссии, вы не запачкались и не повредили ее. У нас здесь складные педали, здесь такое внутри колечко, мы его отжимаем и наставим педаль в нормальное положение. Так же они разбираются, то есть мы просовываем палец внутрь, так вот нажимаем и все, педаль сложена. Выглядит довольно просто, но не знаю, что по надежности, сколько это прослужит, надо наблюдать. Задний у нас переключатель здесь самый простой Shimano Tourney. Ну, собственно, здесь никаких нагрузок сверх на него и не предполагается, поэтому можно оставить самое простое решение. Семискоростная трещотка сзади, все тот же двойной обод, ну и стальной багажник, который выдержит большую нагрузку. И в комплекте со стальным багажником сразу же идет такая резинка для крепления каких-то вещей на багажнике. То есть вы что-нибудь положили, зажали, в пазик загнали и все, у вас здесь надежно все зафиксировано. Это удобно и классно, что сразу есть с завода, так сказать. На задней части крыла у нас также установлен мягкий такой брызговичок, то есть все лишние капли будут оставаться на нем. В задней части здесь очень массивный такой алюминиевый дропаут, установлен дисковый тормоз, опять же 160 ротор, то есть здесь нету любимого нами флэтмаунта, к сожалению, но зато этот узел явно мощный, надежный и прослужит дольше, чем что-либо на этой земле. Ну и здесь установлена самая простая подножка, которая открывается с таким характерным звуком. Главное, что она функциональная, вы сможете поставить свой велосипед на нее в любом месте. Ну а сейчас мы пробуем сложить данный велосипед. Выпускаем 9-4 в самый низ, чтобы он у нас был домоятельной точкой опоры. Складываем педальки. Раз, два. Затем здесь вот у нас поднимаем предохранитель, откидываем, ослабляем, ослабляем, заламываем, подбираем оптимальное положение, чуть-чуть длиннее, зафиксировали, зафиксировали, откинули предохранитель, открыли. Вот и все. Велосипед сложен. Раскладывать так же быстро. Сначала здесь, предохранитель, подножечко, выдвинули подсидельный штырь, зафиксировали, щелкнули, выставили нужную высоту, поворот, все, можно ехать. А, ну и педальки. Очень классно, что конструкторы такого большого завода, как стелс, начали вдумчиво заниматься разработкой складных велосипедов, подходить внимательно ко всем узлам, к вопросам, а не выпускать это ширпотребом за 10 тысяч рублей простейшие велосипеды. Да, они пользуются спросом, но клево, что появились вот такие вот нишевые решения, максимально приспособленные для комфорта и удобства. Да, они стоят недешево, но при этом они очень продуманы и это очень классно. Если на вашем пути есть отрезок с общественным транспортом, для того, чтобы доехать еще и до общественного транспорта, вам нужно преодолеть немалое расстояние, то складные велики это прям то, что вам нужно. Потому что вы приехали на остановочку, аккуратненько сложили, закинули в метро, в автобус, доехали до офиса, все клево. Принесли на работу, никому не мешает. Аккуратно, красиво и дома еще места не занимает. Прямо то, что нужно. Ну и вполне демократичная цена за алюминиевый велик с крыльями, с багажником, с подбором посадки еще и на дисковых тормозах. Так что я смело могу рекомендовать данную модель.